Здарова, здарова, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на мой канал, и сегодня у нас вновь рубрика веселое объявление автору, это значит то, что мы в очередной раз будем смотреть все самое интересное, что прямо сейчас находится в продаже из мира автомобилей, поэтому предлагаю не задерживаться и прямо сейчас переходить к сегодняшней подборке. Конечно же, всем приятного аппетита, кто кушает, всем приятного просмотра, поехали. Знаете, друзья, это тот самый случай, когда, честно говоря, я даже не знаю, что комментировать, мне кажется, я просто здесь лишний в кадре, я могу просто сейчас взять, вот так вот, открыть фотографию этого Майбаха и просто встать со стула и уйти. И вы просто насладитесь этим прекрасным автомобилем, настоящий Майбах, не то, что вот этот вот X222, да, то, что взяли 222, сделали его еще чуть-чуть длиннее, и это как бы Майбах, Mercedes-Benz, Майбах, как он теперь называется, это все не то, вот он, настоящий чистокровный Майбах, который вообще не сравнится ни в какую, вообще, ни в какое сравнение не идет с нынешним Майбахом, который сейчас продается. Вот это реально легенда, плюс ко всему, эта версия, я ее называю ландулетом, но правильно читается там, наверное, ландаулит, ландаулит, тут даже наты сейчас где-то есть, ландаулит Майбахмануфакчур, блять, ну как-то так, наверное, это все читается, это версия с внимания. Это нельзя назвать эту машину кабриолетом, но у нее открывается крыша полностью сзади, и те, кто сидят сзади, а именно две важных каких-то персоны, могут наслаждаться открытым небом над головой. И все это удовольствие стоит 130 миллионов рублей. Знаете, я, в принципе, считаю, ну, как я уже только что сказал, что Майбах, именно вот настоящий Майбах, 62-й или же 57-й, в принципе, без разницы, это реально охренительная машина. Я ни разу на ней не ездил, не знаю, удастся ли когда-либо, просто даже на обычной версии, но это, по сути, 220-й как бы, да, то есть там тоже внутри узнаются всякие вещи из S-класса 220-го, внимание, не 221-го, 220-го, то есть общая эргономика, все вот это похоже, приборка даже, грубо говоря, взята именно от 220-го. Но, блин, черт возьми, он все равно, он и внешне отличается, просто посмотрите на эту роскошь, это же просто верх чего-то, я не знаю, эксклюзива, богатства, я не знаю, посмотрите на эти материалы, посмотрите на это просто безумное сочетание белого с черным, где-то еще даже карбончик проскакивает, то есть это просто, это реально эксклюзивный автомобиль. То есть, в принципе, встретить сейчас Майбах 57-й или 62-й, это редкость, а уж вот этот Ландаулет, это, ну, это просто невозможно, то есть сейчас, как бы, они выпустили там, насколько я знаю, Гелик, есть Ландаулет, он, по-моему, я не знаю, в Россию приезжал, не приезжал, но, может быть, у кого-то есть, а это в свое время выпускался Майбах, он 2009-го года, это уже закат этих Майбахов, так скажем, уже совсем скоро пройдет чуть-чуть время и выйдет уже вот этот вот Mercedes-Benz Майбах, блядь, 222-й кузов, который уже ни о чем. А это самый настоящий, самый эксклюзивный, вы знаете, какой у него пробег? 1724 километра, родной пробег, то есть это фактически новый автомобиль, которых вообще выпущено было, я даже не представляю, сколько, сколько приезжало в Россию, тоже не представляю. И я не знаю, сколько он стоил, конечно, в 2009-м году, но сейчас за него просят 130 миллионов рублей, но он просто шикарный, он реально, он охерительный, блин. Он выглядит, как я не знаю что. Я, честно, не особо представляю эти ощущения, когда ты едешь просто на этом диване сзади, на кресле, и у тебя над головой открывается вот так вот, сдвигается, складывается как бы крыша, и ты едешь на эта машина в длину, ну, вообще, Майбах почему 62-й, потому что 6,2 метра это длина автомобиля, на всякий случай тоже расскажу, мало ли кто-то не знал. 57-й, соответственно, это 5,7 метров. 6,2 метра машина в длину, и она как бы кабриолет. Ну, как бы, все равно, да, то есть, вот, вот, я не знаю, как они вообще придумали эту фишку, но, наверное, ощущение крайне необычное, крайне необычное. Просто шикарно, мне нечего сказать. Вот белый цвет охренительно смотрит. Мне кажется, если бы он был черного цвета, он бы потерялся как-то, а внутри это просто для меня, это мечта просто вообще всего, наверное, потому что я обожаю белый салон и с черными вот такие, роя и лак, когда черный, вот черные вставочки, или бело-черный вот такой салон, это просто идеально, это просто шикарно, блять. Это настолько охуительно, у меня же слюни вот реально во рту сейчас. Просто сказка. Ну, 130 миллионов рублей. 130 миллионов рублей, блять. 130, не 13, блять, не 30, а 130 миллионов рублей. Я, ну, я думаю, что многие, да, понимают, что, в принципе, какой вообще автопарк можно себе пару геликов новых просто салона по двадцатке забрать, какую-нибудь ламбу так чисто погонять, да, Авинтадор и СВД, например, за трясаточку там, да. Ну, не знаю, там, какой-нибудь кабриолетик просто так, там, ну, не знаю, Z4, M40i, ну, так чисто. Не знаю, там, семейный автомобиль, какой-нибудь X5, M50D, ну, что-нибудь такое, да. Для души, там, корвет взять. Еще останется на огромную хату, блять, в центре Питера, например. Ну, ладно, помечтали, идем дальше. Знаете, друзья, я предлагаю, в принципе, далеко не отходить от Мерседесов, так скажем, и вот теперь посмотреть на гелик. 99-го года, 99-го, то есть, понимаете, да, в документах у этого автомобиля у него написан год выпуска 99-й, 99-й, 99-й год, то есть, на машине 21 год. 7,5 миллионов рублей. За что? За то, что это коротыш кабриолет. Да, такие существуют, и когда-то даже у нас, по-моему, в рубрике мы смотрели на подобное что-то. Понимаете, самая главная проблема, что здесь, ну, сложно отличить. Я вот, например, думаю, что, я так понимаю, что это переделка, потому что действительно были заводы коротыши кабриолеты, но они были не в 99-м году. И как бы этот гелетваген действительно когда-то был, я так понимаю, просто старым геликом, я могу ошибаться, может быть, я не прав, и стал вот таким. То есть, понимаете, вот тут очень тонкая грань, это либо самоделка кто-то делал, либо это действительно эксклюзив, но по цене я бы сказал, что, наверное, все-таки это эксклюзив. При этом его освежили, накинув современные, там, относительно АМГ-обвесы, диски, и вот как бы салон бы посмотреть, к сожалению, нет фотографии салона, что там внутри. Но мне кажется, что это что-то очень, очень сильно над ним поработали, чтобы вот он превратился вот в такое. Необычно, необычно, а причем... Стоп. Я только сейчас, блядь, понял? Их два? Там просто сзади стоит такой же. Ну, то есть, получается, что... Угу. Два гелика, крытыша, кабриолета. Потому что я сначала подумал, что тут может быть отражение какое-то, но нет, там же крыша сложена, то есть, получается, их реально два. Может быть, просто цена за два, что тут написано? Хорошее состояние, установленный оригинал подвеска от 63 АМГ, также передний бампер, очки, фар и решетка, все оригинал, очень редкий G500 кабриолет. Таких уже не будет родной ПТС. Ну, то есть, как бы намек все-таки, что он по документам был 500-м, реально крытышом кабриолетом. И все-таки просто его освежили за счет АМГ обвесов от 63-го. Ну, возможно, это так. Но цена сильная! 7,5 миллионов рублей за 99-го года гелик. Я, конечно, понимаю, что они, в принципе, гелики стоят очень дорого, да, если мы говорим даже про обычные. А когда это необычный гелендваген, и он стоит очень дорого, получается, 7,5 миллионов рублей за машину 99-го года. Все нормально, все прекрасно. Ну, зато эксклюзив, зато такого не встретить на светофоре, такого вообще в целом очень сложно встретить такое где-то вообще, если даже очень захотеть. Так что эксклюзивчик. А мы идем дальше. Ребят, подскажите, у меня сейчас у одного вот уже играет в голове, вот. Не знаю, у меня просто, когда я взглянул на эту Хонду-фит, которую только-только, я так понимаю, пригнали или собираются пригнать, потому что фотографии, я так понимаю, что еще сделаны где-то местами еще в Японии. То есть, понимаете, пригнали автомобиль, который пережил вот эту вот всю культуру тюнинга у себя на родине. И, как бы, вот приехал в таком виде к нам. Я имею в виду, что у меня с фильмом Токийский дрифт, ну, Форсаж Токийский дрифт, ассоциация, потому что, когда они спускают... Не потому что Хонду-фит для дрифта создан, понятное дело, а потому что, когда там вот эта сцена на парковке, там все такие вот машины, которые в сторонке стоят, которые не дрифтят, естественно, потому что Хонда-фит это передний привод. Просто вот, как бы, пацанчики там на тюнинге, которые... Вот, вот, примерно такая же картина. Заниженные такие вот. Я не знаю даже, как этот стиль назвать. Я никогда не задумывался. То есть, это что-то, знаете, это что-то японский Underground 2, получается, да? То есть, музычка, подсветочка, там все вот это вот, какие-то вот штучки. Пневмо, занижение, там вот, вот, все вот это вот. И, как бы, вот, и внутри там... Я не знаю, у них своя какая-то атмосфера, серьезно. Но, видите, такие машины есть, потому что это Хонда-фит-то не с того времени, там, ей не 15 лет этой машине. Этой машине, по-моему, а, 2015 года она, 2015, то есть, 5 лет машине. И, как бы, еще там можно... Ламба-двери. То есть, вот, и прямиком из Японии Хонда-фит продается в Уссурийске за миллион триста. Так что, так, ну, естественно, правый руль, все дела. Почему-то, вот, если бы вы, вот, увидели у нас это, да, то есть, я не знаю, ну, что там взять. Какой-нибудь Сивик. Кто-то у нас купил и сделал подобное. Все такие бы, бля, чувак, ну, нахуя, типа, ну, чё, это что-то как-то странно. А вот, когда машина вот видно, что она, блядь, сделана не у нас, а вот её прям в Японии, там, протюнинговали, она приехала в таком виде, такой, смотришь, такой, бля. Ну, а чё, нормуль. Не знаю, как это работает, но, в целом, ну, согласитесь, необычно выглядит. Ты прям сразу, вот, ты понимаешь, что это делалось вот не здесь. Это вот прям вот она оттуда в таком виде и приехала. Так что, вот, как-то так. А мы идем дальше. Друзья, ну, и напоследок, тачка, которая заслуживает внимания, так скажем, потому что у нас частенько в рубрике веселое объявление автору в конце последнее объявление, это какая-то такая прям машина, ну, вот, которая прям вот уважение вызывает. И сегодня это Toyota Mega Cruiser, и кто смотрит практически каждый выпуск веселых объявлений, тот помнит, что когда-то там давно я показывал, рассказывал про этот автомобиль, но, знаете, я увидел конкретно эту машину. Во-первых, сейчас мы проговорим, посмотрим еще раз, потому что я уверен, что многие знают, ну, типа, Land Cruiser, Land Cruiser Prada, а что есть еще Toyota Mega Cruiser, многие не знают. И, как бы, хотелось бы про это поговорить и еще посмотреть конкретно на этот вариант, потому что он меня, блин, впечатлил. 7 миллионов 250 тысяч рублей, посмотрите на эту махину. Вот как по мне, он, конечно, знаете, вот, это тот самый случай, когда машина, ну, страшненькая, ну, страшненькая, огромная какая-то, непонятная, но это вызывает наоборот, она за счет этого нравится. Ну, бывает такое, типа, машина реально, ну, страшненькая, уродливая, а тебе она нравится, ну, потому что, не знаю, за счет того, что как раз она так выглядит. Это очень странно работает, но такое бывает. Вот именно такой здесь случай, такой бегемотик, но, блин, он крутой. И именно в белом цвете, смотрите, ухоженный, она машина 96-го года, оригинальный пробег 82 тысячи километров. И вот на этих колесах, вот просто, вот, даже если сравнивать, я, мне кажется, что мне больше Mega Cruiser нравится, чем Hammer H1. По сути, Toyota Mega Cruiser это прямой конкурент Hammer H1, самого настоящего, того вот военного, который вот, вот, по размерам они схожи. И внутри тоже очень много похожего, давайте посмотрим, потому что внутри там прям, прям, я не знаю, мне захотелось там посидеть, смотрите, то есть, вот, все там, все просто, вот, каких размеров, да, вот, как можно назвать вот этот подлокотником? Это, это холодильник какой-то между водителем и передним пассажиром, просто огроменный отсек, магнитово находится, видите, развернутый, то есть, вот таким вот образом к водителю, получается, установлено снизу. Просто такие рычаги конкретные, кнопки, то есть, зачем делать там какие-то миниатюры, какие-то, ну, сенсора, понятно, тогда не было, нафиг надо, огромные тумблеры просто. Смотрите, просто сидишь, вот, как бы, ты вот так вот, например, да, за рулем, и где-то там, вот там вот пассажир где-то. До него даже просто реально рукой не дотянуться получается. Смотрите, какая вот, какой стол здесь, вот, я не знаю, как это даже еще назвать. Место до пизды, просто. При этом, как бы, здесь четыре посадочных места. Естественно, каждый себя чувствует более, чем комфортно, я думаю. Столик, смотрите, посередине тут вообще, ну, это же просто. Я бы хотел на таком покататься. Надеюсь, когда-нибудь мне это удастся сделать. Их очень мало, конечно же. Но, это, тут можно спать просто, как бы. То есть, да, здесь четыре посадочных и одно лежащее место. Во! Вот так вот это правильно будет назвать. И все, смотрите, материальчики, все такое, блин, конкретное. Все такое серьезное, брутальное. Не знаю, и очень хорошо сохранился этот автомобиль. Не знаю, какая у него конкретная история, но состояние просто превосходное, судя по фотографиям. И внешне он такой, ну, смотрите, просто, просто царь такой. Знаете, такой вот. При этом, еще, это еще не все. Значит, гражданская версия. 87 из 151 единицы, которые вообще были выпущены. Одна из 21 моделей с низкой крышей. И еще одна из 12 с левым рулем. То есть, по сути, это прям, ну, можно сказать, эксклюзив. Эксклюзивчик прям такой. Я вот, правда, не знаю, низкая крыша, то есть, видимо, еще есть выше они. Но, не знаю, этот лобаж смотрится просто пиздецовски. Я, правда, не знаю, если прилетит в Скол, где брать лобаж на этот автомобиль. Ну, не особо представляю. На разборку позвонить, сказать, что, а можно, пожалуйста, мне... Мне этот лобаж треснул, хочу поменять. Есть на мега-крузер? Они такие, что, блядь, какой нахуй мега-крузер? Я не знаю, реально, где его запчасти на него брать. Это реально проблема, я думаю. Но выглядит он просто охренительно. С низкой крышей. Я боюсь, блядь, представить, как он с высокой крышей выглядит. Тут и так как бы низенькая, я бы сказал. Ну, ребят, я думаю, что... Мне же не одному нравится вот это вот чудовище. Ну, оно реально крутое. Прям такая конкретная махина. Прям, ну, реально грузовик, по сути-то. Это реально грузовик, это уже не внедорожник. Это, блядь, ну, реально полноценный, блядь, грузовик какой-то получается. Так что как-то так, друзья. На этом будем заканчивать. Огромное спасибо всем за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилось сегодняшний выпуск. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать следующие видосики. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч. Всем удачи и всем пока-пока, друзья.